Добрый вечер, в эфире Вести, Кирочаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, сегодня в программе. Сегодня Рашид Тимрезов встретился с руководителем Ставропольского филиала глав госэкспертиза России ГАЁЗом Макиевым. Накануне вечером в Пятигорске состоялось официальное закрытие Всекавказского форума «Машок-2016». 177 лет назад появился первый прототип современной фотографии. Сегодня весь мир отмечает этот день. Сегодня в рейху главы Кирочаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителем Ставропольского филиала глав госэкспертиза России ГАЁЗом Макиевым. В ходе встречи Рашид Тимрезов отметил важность сотрудничества сторон части совместной работы над повышением качества проектной документации объектов капитального строительства. Филиал глав госэкспертизы России по Северному Кавказу создан недавно. Это необходимая структура с учетом того, что в каждом регионе Северного Кавказа сегодня идет активное строительство, в том числе и за счет федерального бюджета, где проекты должны проходить главную федеральную экспертизу, отметил Рашид Тимрезов. Раньше этот процесс занимал много времени и приходилось ездить в Ростов или Москву. После создания филиала все станет намного оперативнее. Карачаева-Черкесия одна из тех республик, которая сегодня достаточно активно работает в плане строительства инженерной инфраструктуры, социальных объектов. И поэтому оперативные заключения госэкспертизы по тем или иным объектам очень важны. Далее Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с участием ГАЁЗа Макиева и членов правительства Карачаева-Черкесии, в ходе которой было рассказано о новых правилах подачи заявки на госэкспертизу и о требованиях, предъявляемых к работе проектных организаций. Сегодня в Верховном суде Карачаева-Черкесии состоялось судебное заседание по рассмотрению заявления кандидата об отказе избиркома Карачаева-Черкесии в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы России Алия Татаркулова. По убеждению истца обратившегося в Верховный суд Карачаева-Черкесии, Татаркулов скрыл от избирательной комиссии Карачаева-Черкесии сведения о судимости, а также от избирателей, не указав данную информацию в подписных листах в свою поддержку. Тем самым нарушил федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России. В Верховном суде Карачаева-Черкесии данное заявление удовлетворено в полном объеме. Суд обязал избирательную комиссию внести в постановление об отказе в регистрации в кандидаты депутатов Государственной Думы России Алия Татаркулова дополнение, указав, что им в нарушении федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России скрыты сведения об имеющейся у него судимости. А подписные листы признаны недействительными в связи с тем, что в них, в нарушении того же закона, также не указаны сведения о судимости Татаркулова. Решение Верховного суда Карачао-Черкесии обращено к немедленному исполнению. Сегодня в целях совершенствования системы ситуационного реагирования при получении информации о совершении террористического акта проведена внезапная проверка готовности сил и средств оперативного штаба в Карачао-Черкесии. По учебной тревоге в Ижигутинском районе сосредоточены и собраны представители органов государственной власти и местного самоуправления, органов безопасности, внутренних дел, пограничных органов, Министерство обороны, Федеральная служба охраны, исполнение наказания, Министерство чрезвычайных ситуаций. В ходе мероприятий скорректирован порядок межведомственного взаимодействия при поступлении информации о совершении террористического акта. Это отработан алгоритм координации деятельности, участвовавших в тренировке Министерства ведомств в области борьбы с терроризмом при реализации мероприятий по предупреждению и пресечению угроз безопасности. Яркий флешмоб, добрые пожелания и слезы, прощания. Накануне вечером в Пятигорске состоялось официальное закрытие всекавказского форума «Машук-2016». Каким он был для форумчан, выясняла Мадина Каракетова. Красочный флешмоб, теплые слова, прощальные объятия и слезы. Таким было закрытие форума «Машук-2016». Это были прекрасные две недели для молодой, талантливой и креативной молодежи со всего Северного Кавказа. Недели возможностей самореализоваться, новых друзей и полезных знакомств, общения со звездными гостями. В первую очередь я хочу сказать спасибо всем, особенно тем ребятам, которые работали здесь, за то, что форум получился таким, какой он получился. Мне кажется, мы все довольны и все оценили. И участникам я хочу пожелать, чтобы те связи, компетенции, знания, которые вы здесь получили, помогли вам реализовать много хороших и полезных проектов на благо вашей малой родины и на благо России. Физкульт, привет, Машук! От вас такая идет энергия, такое желание себя реализовать, такое желание быть успешным и результативным. Поэтому я рада вас приветствовать. Я надеюсь, что эти дни для вас прошли замечательно, с большим интересом и с большой пользой. Еще здорово, что я здесь отдельно отметила, что все вместе, разных национальностей, разных религий, все мы здесь вместе. Это всегда было достоянием нашей страны и богатством нашей страны. Вам успехов, результатов и побед. Первая смена форума работала по экономическому и предпринимательскому направлениям. Вторая была посвящена социальной и культурной сферам. Гранта-обладатель прошлых лет Амиран Зугов, который приехал в этом году на Машук в составе альтернативной группы, отмечает значительно повышение уровня проектов и их уникальность. Здесь основным плюсом является то, что самый молодежный действительно. Если в 2013-2014 году, например, он был, там, самому младшему участнику было 22 где-то года, ну, я там 19-летний. В этом году где-то процентов 70 участников, ну, полная реновация произошла. Все участники там, самому старшему, грубо говоря, и средний возраст 19-20 лет. И тут прям действительно такие проекты, которые прям реально ноу-хау. Там люди от проекта умного дома до каких-то резиновых напылений, которые там сами к чему-то адаптируются. И ты думаешь, действительно круто. Кто-то на Машуке впервые, а кто-то уже пробовал свои силы и приехал сюда вновь, как Ренат Хатуаев. В этом году он разработал проект в сфере здорового образа жизни. На примере двух команд, одна из которых занималась в оснащенном спортзале, а другая, как говорится, на чем попала и во дворе, показала, что для здорового образа жизни необходимо всего лишь желание быть здоровым. Полученный грант, если его проект признают достойным реализацией, Ренат использует на популяризацию здорового образа жизни среди населения республики. На протяжении трех месяцев они занимались, между ними были соревнования спортивные каждую неделю. Ну и в итоге, хочется сказать, что победил человек в этом состязании, который занимался на улице. Он показал наибольший прогресс в своей физической форме. В общем, вот такой проект. То есть суть вашего проекта, что не обязательно должен быть спортсал? Да, что единственная причина, по которой мы не здоровы и не сильны, скажем так, это наша лень. Проект «Мютикл Студии» на основе народного эпоса Эльвира Аксиева разработала спонтанно и очень быстро, и тем не менее он получился одним из самых ярких и интересных. Он направлен на сохранение культуры, языка и самобытности народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Первой станет постановка на основе карачаевского эпического произведения «Бинэгер» в планах Адиюх из черкесского эпоса и Янбекеш из гадакайского народного эпоса. Но на маршрут надо ехать не за деньгами, уверена Эльвира. Для меня форум – это время, это возможности, новые знакомства, полезные знакомства. Я бы хотела пожелать всем ребятам, вернее даже призвать всех ребят приезжать на этот форум, не за деньгами, а ради того, чтобы в дальнейшем, получив базу здесь, мы смогли вложить это в нашу республику. Лучшие проекты смогут заработать от 300 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Кто окажется среди счастливчиков, экспертная комиссия объявит позже. А последний день на Машуке организаторы постарались сделать недобываемым. Активное участие в закрытии форума приняли спонсоры. Ребята-победители всевозможных интеллектуальных, культурных и спортивных состязаний были награждены ценными подарками от гаджетов до авиабилетов в Сочи с проживанием в самом дорогом отеле города. И вот торжественно спускают флаги. Это значит, что форумчане прощаются с Машуком ровно на год. Кто-то приедет сюда снова, а кто-то благодаря своему проекту твердо встанет на ноги и будет работать во благо своей республики. Руководство Савербургского края по традиции в вечер закрытия форума также сделало свой подарок всем гостям – концерт знаменитой рок-группы «Би-2». Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Пятигорск. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и вернемся через несколько минут. Продолжаем выпуск. Группы поисковых отрядов «Подвиг» из Екатеринбурга, Самары, Казани, Черкеска вернулись из Санчарских перевалов, где провели поисковые и военно-мемориальные мероприятия, а также ознакомились с природой Карачаева-Черкесии. Этот маршрут ребята совершили в рамках проведения межрегиональной вахты памяти «Перевал-2016». Младшая группа отряда «Подвиг» вернулась из Краснодарского края, где приняла участие во Всероссийской вахте памяти. Горы – это, конечно, горы лучшие. Горы могут быть только горы. Поэтому красиво отдохнули, поискали. Часто бывает, что в нашей работе вахты заканчиваются ничем. Главное – искать. Как сказали наши гости, красота обалденная, а вот той поисковая работа была, но не на всех перевалах они не все были доступны. Снег. И он в этом году вряд ли этот снег растает. Сами мы с младшей группой, которая базируется в Центре военно-патриотического воспитания, были на Всероссийской вахте памяти в Краснодарском крае. На высоте 192 ребята обнаружили кости, но мы не до конца были, просто мы уже уезжали. Машина пришла, а мы не могли ее удержать. Обнаружили кости. Мы решили, что это всадник. Всадник. Части останков всадника увидели, а лошадь раскопали, короче говоря. Ну, как оно и принято. Кости все собрали, в отдельную ямку выкопали туда. А вот дальше, видимо, краснодарские поисковики будут вести еще работу. А эта информация пришла к нам из Нижегородской области. При проведении раскопок поисковиками отряда «Курган» были найдены останки солдата Никифора Андреевича Клевекина, уроженца станицы Зеленчукской. Личность была установлена по вещам. Как сообщается, останки солдата теперь покоятся в городе Белой Тверской области. Родственники Никифора Андреевича Клевекина могут обратиться по всем интересующим вопросам по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. При нем была ложка с надписью. Ложка и еще кое-какие вещи, все они находятся у руководителя этого поискового отряда. Он говорит, если бы мне сказали чуть раньше, как мы захоронили, я бы его привез к вам. Но, увы, о том, что ложка и все такое прочее, он узнал минут через 10-20 после того, как прошло захоронение. Раскапывать же не будешь. Но в любом случае он может указать, где захоронение, передать ложку. Если найдутся родственники, пусть позвонят к нам в поисковый отряд в городе Черкесск. Сегодня весь мир отмечает день фотографий. 177 лет назад появился первый прототип современной фотографии «Дагеротип», который выглядел как фото на металлической пластине. Чтобы сделать такой снимок, нужно было потратить уйму времени и в буквальном смысле рисковать собственной жизнью. Приходилось работать с едкими щелочами и кислотами. Но это в прошлом. А чем приходится рисковать современному фотографу, Екатерина Семенова подробнее. А что мы обычно фотографируем? То, что красиво, необычно и не повторится, как подтверждение чего-то, что уже случилось. А всегда ли это нужно? А когда будешь щелкать? Можно ведь и не щелкать. Вдруг что-то спугнешь. В этот миг. В душе. Иногда лучше не нарушать волшебство. За любой фотографией целая история. В случае с героем Шона Пена из фильма «Невероятная жизнь» Уолтера Митти – это огромный путь с опасными приключениями ради одного кадра «Снежного барса». Но бывают и другие истории – человеческие, где мастерский снимок может передать настроение и характер. Для Артура Далаева поиск того самого кадра нельзя назвать легким. Еще сильнее улыбаемся. Ай, молодцы. Умницы. В этом году Артур был участником форума «Машок-2016». Нетрудно догадаться, что и представленный проект был связан с фотографией. Состояние туризма в Карачаево-Черкесии идет в развитие и необходимость свежей информации, новых привлекательных фотографий, видеороликов с целью привлечения туристов. Наш проект актуален в этой области и мы хотим его развивать в более масштабном плане. Кстати, в реализации проекта смогут участвовать абсолютно все желающие, кто снимает или видео, или фото. Никаких ограничений нет. Главное, чтобы фантазия работала. Слышать свои работы можно в соцсетях в группе «Дамбай Тур». Задача конкурсантов – максимально красиво показать определенный маршрут, чтобы, увидев, люди могли увидеть эту красоту в фотографии. И им захотелось приехать, увидеть это своими глазами в реальности. Сейчас любой, у кого есть фотоаппарат или камера в телефоне, может стать фотографом. А почему бы и нет, кто знает, во что может перерасти простое хобби. Фу, до чего же дичь пошла бестолковая. Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать. Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь. Это почему же? А чтобы фотографию отдать. Екатерина Семенова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Симфонию песни и танца в честь своего 25-летия подарил зрителям Карачаево-Черкесии государственный ансамбль песни и танца Республики Адыгей и Сламей. С творчеством уникального музыкального коллектива познакомилась и Фатима Даурова. Поклонники ансамбля, как всегда, с предвкушением ждали того самого вкусного и яркого представления, которое всегда преподносит своим зрителям Исламей. Каждое их выступление – это своеобразная экскурсия в прошлое, к истории своих предков. Старинные напевы в уникальной новаторской обработке, с использованием различных направлений и стилей музыки, не теряя своей природы и целостности адыгской народной песни, звучат в высоком профессиональном исполнении, а капельное многоголосие захватывает дух ценителей музыки. Я считаю, что наш коллектив сегодня, конечно, для человеческой жизни дошел до такого момента, когда он только-только начинает расцветать. Я очень хотела бы, чтобы эти 25 лет были не зря, и чтобы молодежь, которая сегодня у нас пришла и которая работает очень талантливая, продолжила бы этот путь. И следующие 25 лет были бы еще лучше, чем эти. Чтобы культуру, красоту, обычаи отдать песни, музыку народную, наши танцы, которые достойны самых лучших мировых сцен, на самом деле знали бы во всем мире. Старинные черкесские песни преподносились зрителям через видение исполнителей исламея. В этот вечер они стали тем связующим звеном между прошлым и настоящим. Танцы и песни, исполнявшиеся адыгами сотни лет назад, нашли свое новое звучание. Сейчас много в культуре влияния современных каких-то тенденций, поэтому призыв к своим корням – это очень важно. Как-то, чтобы молодежь тянулась к тому, как жили отцы, что ли, к тому, о чем они думали, что они в жизни несли к этикету нашему адыгскому. Настоящую радугу чувств испытал каждый из зрителей, слушая исламей. Своими впечатлениями они поделились и с нами. Этот ансамбль вообще не нуждается ни в каких комментариях, потому что это уже сложившийся, налаженный, очень вокально грамотный ансамбль. И то, что они доносят до каждого слушателя, и ансамбль в танцах сопровождает вокальную группу, и вот этот у них унисон, я считаю, что это великое дело. Это классика, вот и все, что можно сказать. Это классика адыгской эстрады, можно сказать так. Вот мы в восхищении. Впечатления огромные, потому что такой ансамбль, посмотреть такие песни, такие танцы. А какие актеры, здорово просто. Просто впечатлений море. Фатима Дорова, Алибек Кишеров, Салих Казанлиев, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. 20 августа в филармонии Черкесской впервые состоится сольный концерт солиста Академии Мариинского театра Аслана Узденова. Ранее лауреат всероссийских конкурсов Аслан Узденов выступал в Санкт-Петербурге, Нальчике и других городах. Впервые он выступит сольным концертом в родной республике. На сцене прозвучат классические зарубежные произведения, также советских композиторов, арии из опер, романсы, национальной мелодии. Аслан Узденов к сольному концерту шел долгие годы. За его плечами богатейший музыкальный опыт. В настоящее время он активно репетирует над 20 музыкальными композициями в зале филармонии. Напомню, сольный концерт Аслана Узденова состоится завтра в филармонии, начало в 19 часов. Филармония – это колыбель искусства. Карачаево-Черкесский республика – это моя родная республика. Я здесь родился, жил, начал учебу здесь, в музыкальном училище. Насчет концертной программы, я хочу сказать, что она будет насыщена и напичкана разными жанрами. То есть классика, советская эпоха, музыкальная, вокальная. Далее будет из фольклора пару номеров. И это все закончится, я полагаю, неаполитанскими песнями. Я считаю, что если концерт будет хорошим, насыщенным, то не только я получу удовольствие, но и те, кто будет слушать. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 плюс 19, днем 28 плюс 33. В горах ночью до плюс 13, днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Черкесске переменная облачность без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 18, днем 30-32 градусов тепла. В 20.45 мы ждем вас у экранов после федеральных вестей. В 20.45 теперь будет выходить в эфир вечерний выпуск программы «Вести» Карачаева Черкесия. Ждите вестей.